И в итоге апаемся, как вы думаете, до кого, ребят? До ещё одной пирани. Теперь у нас их целых 8. Приветствую всех! С вами Илюша, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Deep.io. Ну а перед началом этого ролика я хочу сказать, что только самые крутые и самые быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Отлично! Вы большие молодцы, что успели поставить лайк. А у нас получается на канале новая Иошка, и она про рыбки. На самом деле, меня это уже очень сильно радует. Ну и тем самым временем, я за нашу вот эту пиранью набрал 6000 очков. Очень-очень даже неплохой результат. Давайте мы тогда сейчас эволюционируемся до вот такой пиявки. Довольно-таки она как-то странно выглядит, не похожа, честно говоря, на пиявку. Ну давайте мы тогда сейчас попробуем выбрать вот такую лягушечку. В принципе, за лягушку эволюция у меня тоже довольно-таки быстро прошла. Вся полосочка уже заполнена зелёным, и в итоге, я думаю, нам надо эволюционировать до вот такого сама. Офигеть! Вот это да, прикольно. Давайте посмотрим тогда, что наш Сомик можем. Зарядить свою скоренью, чтобы поглотить ближайшие продукты, либо же маленьких персонажей. Да, прикольно, мы можем это действительно делать. Но смотрите, что-то у нас происходит. Тут у нас пытается зафигачить вот этот непонятный лунтик какой-то, да. Сейчас мы его как бы тоже зафигачили. И в итоге всё, отстали вроде от нас всякие вот эти персонажи. Давайте тогда сейчас мы немножечко восстановимся, потому что хпшек у нас очень и очень даже мало. Кстати, вот как раз сейчас попробуем вот на этих малышах притянуть их. Стоп! Серьёзно? Это были не малыши, это были пираньи? Да, тут я что-то немножечко не доглядел, но ладно. Всё равно мне нравится то, что эволюция у нас как бы до сих пор остаётся. И смотрите, я теперь играю за трёх вот таких больших пираньей. Хорошо, давайте тогда сейчас мы будем, естественно, набирать много опыта. Можно четыре пираньи сделать. Хорошо, замечательно. И смотрите, на меня тут нападает какой-то тоже непонятный рыб, но мы от него довольно-таки спокойненько отделались, потому что нас много. Мы пираньи, мы можем спокойненько всех зафигачить. Давайте попробуем вот этого лунтика зафигачить. Так, лунтик, иди-ка сюда, дружочек. Блин, жалко, что ускорялка у нас не получается. Зато нас четыре штуки, поэтому мы сейчас спокойненько будем нападать на лунтика. Хотя нет, смотрите, как он хитро атакует. Стоп, я даже не понимаю, как он это делает. Так, ладно, давайте попробуем тогда сейчас на вот этого паренька напасть. У него две пираньи. А, теперь три уже, окей. Я думаю, всё-таки мы должны его как-то победить, потому что если мы будем кушать просто вот эти зелёненькие штучки, кругляшки наши, они будут как-то слишком медленно давать нам опыт. Вот, в принципе, вы видите, да? Вот некоторые как-то слишком много дают, некоторые слишком мало. То есть, какая-то неопределённость у нас. Вот, пиявочка. Давайте, точнее, баттлиться. И в итоге, хоп, мы слопали пиявку. Но, к сожалению, с неё ничего не выпало. Это вообще неинтересно. Я думал, там будет мяско какое-то, а в итоге ничего. Ну, ладно, мы тогда сейчас набираем опыт на вот этих непонятных штучках и будем эволюционировать до следующей новенькой рыбёшечки. Так, я сейчас преследую вот этого дурацкого лунтика. И, смотрите, в принципе, мы его довольно-таки нормально так фигачим. Единственное, у него осталось очень мало ХП, и в итоге с него даже мясо выпало. Замечательно. Так, что же мне делать? Давайте я, наверное, вкачаю ещё одну пиранью, потому что это реально выгодно. Мы реально можем тут всех лопать. Только единственное, смотрите, что у нас произошло. Какой-то дурацкий бобёр в итоге взял и слопал меня. Это, конечно, некрасивый бобёр, но мы сейчас будем пытаться лопать ещё каких-то других рыбёшечек. И вы это видели? Я просто буквально за считанные секунды потерял всех своих пираней. Серьёзно? Офигеть! У меня как бы 28 тысяч очков, даже уже, грубо говоря, 30 тысяч. Вот именно будет сиии-час. Нет, сиии-час. Всё, да, отлично. Ну, а пираньи мои все просто как след простыл, да? И это, конечно, очень жёстко. Надеюсь, если я сейчас буду эволюционировать, хотя вот, видите, да, только что у нас ещё одна пиранья появилась, как-то, я не знаю. А, видимо, снизу у нас полосочка есть. Чем быстрее мы накапливаем её, тем быстрее у нас появляются пираньи. О, смотрите, пигвинчик. И пигвинчик, хоп, отлично. Смотрите, мы получили с него мясо. Замечательно. Ну и теперь нам надо бы эволюционировать до 6 пираней, потому что чем больше пираней, тем больше, естественно, мы можем лопать наших персонажей. Всё, 6 пираней. Это вообще, мне кажется, самая крутая тактика, потому что это не так уж затратно. И плюс толпой мы фигачим буквально всех. Единственное, вы знаете, в чём проблема. Вот, допустим, да, попадётся нам какая-нибудь медузка, она нас спокойненько может отравить. Но это, в принципе, не так уж и жёстко. Мы всё равно отхиливаемся и даём отпор нашей медузке. Так, смотрите, пираньи. Давайте мы тогда сейчас попробуем толпу на толпу фигачить их. Так, замечательно. Вроде одну пиранюшку мы слопали. Ну и в итоге сейчас я уже апнулся до 7 пираньей. И вы просто представляете, ребят? Мы сейчас опять-таки лопаем вот этого какого-то лунтика. И, оу, смотрите, Самуэль. У него довольно-таки много тоже пираней. Мы лучше сейчас тогда его как-нибудь мимо пройдём, потому что слишком жёсткий персонаж. Мы вот нападём вот на эту непонятную какую-то рыбёшку. Так, ну давай, вылезай, вылезай. Чё ж так долго-то? Смотрите, не хочет вылазить, потому что она знает то, что я её зафигачиваю. Вот что это, ребят? Напишите в комментариях, знаете ли вы кто это? Как по мне, это какая-то непонятная акулка. Вот, как раз-таки я только что начал лопать эту акулку. И давайте будем пробовать лопать летучую мышь. Так, замечательно, вогнали её в водичку. И в итоге всё, мы победили даже летучую мышь. Суперски. Осталось нам тогда отрегениться. И в итоге делать уже 8 пираней. И, оу, смотрите, ребят, что происходит. На нас нападает Самуэль. У него, получается, тут 5 пираней. А за ним ещё какой-то неизвестный нападает. У него вообще там их 10 штук, наверное. Поэтому мы сейчас как-нибудь от него удираем аккуратненько. И пытаемся найти нормальное местечко, где бы я покушал бы на Славу. Потому что тут у нас одни какие-то малыши и лягушечка, кстати, есть. Давайте попробуем на лягушку напасть. Так, замечательно. Всё. В итоге с неё выпало даже мяско. Мы его благополучно скушали. И в итоге апаемся. Как вы думаете, до кого, ребят? До ещё одной пираньи. Теперь у нас их целых 8. Я думаю, мы даже можем спокойно гонять акулок. Потому что акулы, я думаю, навряд ли справятся с таким огромным количеством наших пираньей. Ну и в итоге я уже сделал эволюцию до 9 пираньей. В принципе, мы можем смело идти в солёные воды и фигачить наших акул. Только единственное, есть одно но. Там водичка солёная, а наши пираньи привыкли к обычной пресной воде. То есть, смотрите. Хотя, не, я, в принципе, перехожу сюда. У нас тут имеется какое-то давление. Мы, в принципе, сейчас его спокойно преодолеваем. Но оно всё равно по нам долбит. Давай, давай, давай. Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Может быть, мы сможем выплыть хотя бы сюда. Неа. Смотрите. В итоге давление всё равно нам не позволило как-то нормально выживать. Это, конечно, очень плохо. Смотрите, кстати, что у нас происходит. Тут у нас пираньи прессуют нашего крокодильчика. Давайте тогда сейчас попробуем тоже к ним подсоединиться. Также тут у нас ещё есть вот такая черепаха. Как вы помните, мы её тоже видели в Fit and Grow Fish. Это озёрная, либо же болотная черепаха. Давайте сейчас тогда попробуем на неё напасть. Если мы её сможем слопать, то это будет вообще просто суперски. Добавляем, кстати, ещё восьмую пиранью. То есть, в принципе, мы не особо так уж много чего и потеряли после того, как мы проиграли. Так, ну что же, черепаха, я тебя жду. Ага, смотрите, она, в принципе, ходить может. Так, давайте, давайте, рыбёшечки, назад, назад, назад. Что ж вы там тусуетесь-то всё поодиночке? Поодиночке нам нельзя. Мы должны, наоборот, толпой вот так ходить. Так, ну что же, тут у нас есть какой-то непонятный паренёк. Мы сейчас его обязательно слопаем, потому что, в принципе, можем. И давайте попробуем напасть вот на этого крокодила. Так, давай, 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 крокодильчик, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. Нет, смотрите, я просто теряю своих пираньи. И это слишком жёстко. Они просто тупо не справляются с этим напором. Поэтому мы, опять-таки, проиграли. Ну, а сейчас я решил выйти всё-таки с прессных вод и поиграть за каких-то более-менее нормальных персонажей, которые у нас тусуются, допустим, в солёных водах. И что же, у меня уже имеется выбор на эволюцию, и поэтому я, наверное, выберу вот этого прикольненького лунтика. Чуть-чуть за него поиграю. Давайте мы попробуем минусануть вот эту габу. Это, как вы понимаете, кальмарчик. В принципе, я думаю, нам не составит никакого труда его минусануть. Так, раз, два, три, и всё. В итоге лопаем мы его мяско, и давайте мы апнемся до вот этой летучей мышки. Я, конечно, не знаю, как всё-таки за неё играть, поэтому мы сразу же апаемся до вот этой непонятной лягушки. Смотрите, какая... Это даже не лягушка, это жаба. Просто противная непонятная жаба. Смотрите, на нас нападают вот эти ребята, но в итоге мы просто всех зафигачили, и теперь у нас имеется возможность апнуться до ещё более крутых персонажей. Давайте мы тогда выберем вот это. Что это? Фрокфиш. Рыба-лягушка. Давайте тогда сейчас мы поиграем за рыбу-лягушку, посмотрим, на что она у нас способна. Смотрите, она у нас умеет ходить под водой. То есть, да, она реально получается как бы лягушка, но и рыба тоже. Смотрите, тут у нас имеются пираньи, только морские. Давайте мы попробуем на них напасть. Ага, у нас даже ещё имеется способность крутая. Давайте попробуем тогда кого-нибудь к себе приманить. Так, всё замечательно. И в итоге у нас имеется возможность получить вот это. Барракуда. Аааа, смотрите, ребятоньки. Барракуда, она по сути должна быть кибер-быстрой. Да, хорошо. В принципе, прикольненько за неё играть. И у меня уже имеется 31 тысяча очков. Это уже реально неплохие результаты. Пошли. Единственное, я пока что не знаю, кого я могу слопать на этой барракуде. Стоит ли мне нападать, допустим, вот на этого краба? Я вижу то, что он огромный, и то, что я ещё застрял. Ну и после того, как меня слил краб, я решил поиграть за королевского краба. То есть, он немножечко хуже будет, чем тот огромный. Но зато, в принципе, это краб. То есть, одно и то же семейство. Смотрите, в принципе, он довольно-таки быстро схватывает опыт. И у меня сразу же доступна эволюция. То есть, я уже могу, опять-таки, выбрать либо же рыбу-летучку, либо же каких-нибудь жаб. И, кстати, я замечаю то, что наш крабик тоже может ходить, а также он вроде бы даже атакует. Да, смотрите, он может атаковать. То есть, это довольно-таки неплохая способность. И вообще, сам по себе персонаж довольно-таки неплохой. Ну что же, а на этом, я думаю, можно заканчивать наш видеоролик. Вот такая у нас была эволюция. Если вам понравилась эта игрушка, и вы хотите её чаще видеть на канале, то напишите обязательно об этом в комментарии, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Он у вас должен быть серым цветом. Ну, а также он будет вас предупреждать о роликах на моём канале. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok